И это один из самых интересных моментов, которыми был насыщен период уничтожения моих четвёртых ми бэндов. Тьюб 251, всем привет, вы на канале польза нет и сегодня как всегда кратко и быстро я расскажу вам о том, что именно может пережить ми бэнд 4 и что не может пережить. И если в тестах третьего ми бэнда я был довольно нежен в некоторых вопросах, здесь я пошёл слегка дальше. И если третий бэнд я подрывал мини корсаром с цифрой 6, здесь я взял полноценный полноразмерный 6 корсар. Для начала тест первый. Я положил капсулу в ремешке максимально близко к петарде и как вы видите подорвал её. После взрыва, как вы можете увидеть, ми бэнд даже не вышел из строя и всё ещё определялся программой. Но вот экрану пришёл логичный конец. Кстати, по этой причине после распаковки нового ми бэнда для следующих тестов мне пришлось отвязать старый от телефона, потому что он всё ещё работал. Я ведь не буду продолжать убивать капсулу с уже разбитым экраном, правильно? Мораль, если на руках ми бэнд 4 петарду корсар от 6 версии и выше можно взрывать только в другой руке, чтобы не повредить браслет. Ладно, глупая шутка. Любая пиротехника опасна, использовать её можно только по инструкции, соблюдая все необходимые предосторожности. Не рискуйте лишний раз, нарушая требования безопасности, иначе будете сломанным, как ми бэнд. Следующим по счёту шёл тест с заморозками ми бэнда на сутки. И он, я вам скажу, прошёл его на ура. Единственное, что произошло, почему-то сбросились настройки яркости до нуля. А так браслет даже заряд практически не потерял за эти сутки. Можем лететь с ним на Северный полюс на неделю без зарядки с собой свободно. Дальше проще. Экран браслета, по идее, должен был пережить падение на бетон, в идеале без царапин. Но он их не пережил. Царапины появились моментальные, и не говорите мне, что его стоимость всего 2000 рублей. Ссылка на покупку, кстати, в описании к видео. Ведь эта штуковина в России стоит около 3000 рублей. Так что хоть что-то из заявленного она должна делать. Во всяком случае, я надеялся, что экран будет намного лучше, чем в Mi Band 3, по возможности оставаться без царапин после падений. Четвёртым был тест водой. Болтал я капсулу в стакане с водой не меньше 30 минут. Притом ножом. Как плавал с ним в бассейне, снимать не стал. Но браслет из строя не вышел, глючить не стал. Тест пройден. Кстати, грибки он считает по моим меркам довольно неплохо. Пятый тест. Кипяток. Не должен Mi Band 4 работать при таких температурах. Чтобы вы сразу понимали. И особо долго мучить я его не стал. Но он выжил, и это хорошо. Никаких нарушений функциональности на данный момент я после этого не выявил. Это повторять, как и взрывы, однозначно нельзя, если не хотите лишиться девайса, либо нарушить его работоспособность. Шестой тест. Просто слегка побил его молотком. Эмоционально побил. Вроде браслет жив. Главное пока работает, и капсула не расслоилась. И это очень важно. Можете без опаски махать руками. При игре в баскетбол вряд ли с ним что-то сможет случиться. Можно проводить тесты дальше. Седьмой тест самый простой. Нож, экран. Как именно появляются царапины вы видите сами. Царапины конечно же появляются легко и непринужденно. В принципе браслет царапается так же просто как и третий. Так что все эти олеофобные покрытия это больше для рекламы. Да и заляпывается экран очень так бодро. На канале кстати 4 разноплановых полноценных обзора на данный девайс. Включая его недостатки. И обзор на то, как отличить подделку Mi Band 3 от оригинала. Основные тезисы его я напоминать не буду. Здесь почти то же самое. Но главное что вы должны помнить. Только оригинальный Mi Band 4 будет работать с программой Mi Fit. Есть очень хорошие копии, но у них меняется постоянно мак-адрес голубого зуба. То есть вы выходите из Mi Fit и видите другой мак-адрес у своего Mi Band. Значит это фейк. Оригинальный Mi Band 4 не боится воды. И вообще самое простое проверить данный браслет по верификационному коду. Но на данный момент сайт для проверки верификации у Xiaomi не работает. Можно будет проверить девайс по коду устройства, как только они его снова запустят. Так что ждите, скоро проверка станет максимально простой. Конечно же на капсуле оригинала должен быть логотип Mi, при том впечатанный, а не принт. И кабель у зарядки запомните, здесь у оригинала 15 с половиной сантиметров ровно. Резюмирую я сегодня тем, что я очень рад, что на тесты мне понадобился всего один Mi Band 4. И девайс крайне живучий по моим меркам, а учитывая его цену, просто фантастически живучий. Следующий обзор будет на наушники фитнес-часы от LEMPHO. Вы их просили, я о них расскажу. Купить оригинальный Mi Band 4 еще раз напоминаю, что вы можете по ссылке в описании, как и выиграть у меня на канале, так же как и Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. Подробности все в описании к видео. Подписывайтесь на канал с колокольчиком. Смотрите остальные обзоры на Mi Band 4. Жду всех на стриме в воскресенье, чтобы рассказать вам о моем опыте использования домашних товаров Mijia Xiaomi. Кто его не увидит, можете посмотреть записи или послушать. По большому счету это почти подкаст. Все ваши пожелания по изменению формата стрима учтены. Первые 20 минут я на вопросы не отвечаю. Девайсу да или нет польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.